МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Осторожно, двери закрываются. Закрываем. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Подмосковье. Курс на столицу. Здесь по железной дороге пассажиров перевозят современные электропоезда и П-2Д. Пульты управления локомотивов производят в Чебоксарах. Это совместная разработка завода Илара и проектно-конструкторского института связи и автоматизации при РЖД. По заказам корпорации в республике выпускают и система безопасности для Московского Центрального Кольца. Проект Московского Центрального Кольца включает в себя движение по 12 станциям Московской окружной железной дороги и обеспечивает в настоящее время интервал попутного следования 6 минут. Именно применение нашей системы позволило так гибко и оперативно перестраивать систему, переналаживать ее, не теряя ни в безопасности, ни в надежности функционирования. Реализовано несколько режимов управления движением. Это как светофорный режим, так и бессветофорный режим. Мы сразу создавали систему, ориентируясь на российские программные продукты и на российских разработчиков. Уже в тех модулях, которые были изначально задуманы, у нас заложено программное обеспечение российского производства. В сервисных терминалах и в диагностических терминалах мы переходим на языки с открытым кодом, что тоже позволяет рассказать о импортозамещении. Для московского метрополитена в республике производят блоки управления вагонами и адаптеры тормозных систем. Эта продукция также замещает импортные аналоги. Железнодорожный комплекс продолжает движение вперед, открывая большие перспективы перед заводами. Сейчас растет спрос на цифровые технологии. Время идет, за это время появились новые задачи, в первую очередь диверсикация. Мы уже приблизились достаточно близко к задаче, которую поставил президент перед оборонным промышленным комплексом. И уже скоро, достаточно скоро планируем достичь до 50%, довести за счет диверсикации и выпуска таких четырех очень важных направлений, на наш взгляд. Это система внутриреакторного контроля СУДП для атомной тепловой энергетики. Это система интервального регулирования движения поездов на перегонах для российских железных дорог. Система управления диагностики тепловозов и электропоездов постоянного переменного тока. Тоже сложные очень электронные изделия, которые сегодня поставляются на все электрички производства Демеховского мушестроительного завода. Большим спросом пользуются и так называемые хопперы, в которых перевозят цепучие грузы. Такие вагоны начали производить и на Канажском заводе. Контракты с предприятием заключили в корпорации РЖД. На перспективу, если смотрят, заказы будут. Если говорить об отдельных производственных показателях, что рост в 3-4 раз производительности труда, рост заработной платы 20-30% и выше, это существенный рост налоговых поступлений в 3-4 раз в зависимости от площадки, в 10 раз инвестиции в НИОКР, ну и так далее. То есть все эти показатели, естественно, и финансовые показатели, выручка, существенный рост, прибыль, рост, все они характеризуют эффективную работу команды региональной власти, Ростеха. Мы выполняем получение президента, которое было нам дано, когда вся группа находилась в кризисе. Для перевозки сыпучих грузов по автодорогам в республике производят танк-контейнеры. Свою продукцию предприятие «Сеспель» поставляет и за рубеж. Значит, сегодня танк-контейнеры начали перевозить грузы уже порядка 25% в общем объеме перевозок вагонов-цистерн. Вагоны-цистерны потихоньку снижают свой объем. Почему? Потому что в танк-контейнеры можно перевезти этот груз более тщательно и от двери до двери. То есть, ну, уже для тонкой химии груз не должен попадать в вагон. Он должен попасть в специальный сосуд, который бы его более аккуратно довез. Сегодня 80% грузов-дайверов можно перевозить в танк-контейнеры и стали 0,9 Г2СМИ. Это сделан анализ объединенной вагонной компании. Мы его показываем, чтобы показать, что это не наши слова. Значит, это вопрос у импортозамещения. Сегодня танк-контейнеры в основном завозятся из Китая. 31% валовый оригинальный продукт составляет организации промышленного комплекса. По налогоблагаемой базе, если взять, соответственно, это тоже основная доля промышленности. Потом идет налог на прибыль, потом НДФЛ. И все точки зрения благодарны всем предприятиям, организациям, которые ведут свой бизнес открыто, публично и отчисляют все налоги своевременно и своевременно выплачиваете заработные платы. Это очень важно для нас. Касаясь количества работающих, каждый третий тоже работает у нас в промышленном комплексе. То есть это важно для нас, это ключевые показатели. И касаясь уже тех предприятий, которые в этой конкурентной среде готовы продавать свои товары, изделия на экспорт, надо пользоваться. Уходящий год стал особенным для предприятия «Промтрактор». Здесь начали выпускать новую модель бульдозера Т-40-03 для горно-добывающих комбинатов. Машина подготовлена для тяжелых работ, для рыхления. Видно, что есть дополнительный каток, увеличенные опорные катки. Здесь современная трансмиссия. Мы выбрали лучше, что есть у Катерпиллера и лучше, что есть у КамАЦУ. Безусловно, это эргономика, то, что проговорили до этого на канале. У нас очень сильное собственное конструкторское бюро «Миконт». Все машины, которые разработаны, они разработаны собственным конструкторским бюро «Миконт». Безусловно, мы ориентируемся на мировой опыт. Рынок России очень конкурентный. Здесь присутствуют все основные потребители. Мы должны выдавать лучший продукт. У предприятий, входящих в состав регионального союза машиностроителей, большой потенциал. Среди ключевых задач развивать кооперационные связи субъектами малого бизнеса. Не секрет, что все большие заводы сейчас переходят на аутсорсинг. И очень многие большие предприятия, как мы, пользуются услугами малых предприятий. То есть это токарно-фрезерная группа, электропровода, производство комплектующих, двигателей, электроники и так далее. Вот здесь бы, конечно, очень хотелось бы увидеть помощь малых предприятий. Субсидирование, покупки оборудования, субсидирование лизинга. Потому что практика показывает, что в свое время, где-то 5-7 лет назад, мы выбрали правильный путь в этом направлении. И практика показывает, что себестоимость их не продукции. Она, как правило, ниже, чем любой импортной продукции. То есть это наше конкуренное преимущество российских предприятий. Транспортный комплекс не стоит на месте и стремительно движется вперед. Уже в ближайшие годы на воду спустят беспилотные корабли, которые будут работать на солнечных панелях. Такие планы озвучили на полях международного форума в Москве. С этой лодки можно в беспилотном режиме организовать кормление рыбой. Этот новый проект разработан Санкт-Петербургским политехническим университетом имени Петра Великого. Я попрошу Минтранс, особенно Росмор, Рейчфлот, внимательно с этим ознакомиться. На мой взгляд, это имеет огромную перспективу. И не только с точки зрения экологии и экономии топлива. А второй проект разработан компанией Ренова. Это пассажирские электрокорабли. Здесь преимущество совершенно очевидное. Бесшумность, чистое топливо, то есть солнце. На солнечной тяге по рекам страны уже курсируют катамараны. Гетероструктурные модули производят в республике в рамках научного проекта. На нашем катамаране, на вот этом судне «Эковолна» стоит мобильная передвижная электростанция. Она полностью собрана из российских комплектующих. Это солнечные панели, это контроллеры питания, это инверторы и аккумуляторные батареи. Все эти комплектующие российские. И производительность этой установки в основном зависит от солнечных панелей. Вот установленная мощность солнечных панелей в нашем случае 11 киловатт. Это при идеальных условиях. В данную минуту они производят порядка 6-7 киловатт в настоящее время. Это все зависит от чего? От облачности и от нашего местонахождения, от времени суток. Беспилотные поезда тоже не фантастика. Первые локомотивы, управляемые искусственным интеллектом, в ближайшие три года должны встать на рельсы центральных диаметров. Этот проект раскрывает и новые перспективы для машиностроительного комплекса республики. Его потенциал еще большой. Редактор субтитров А.Семкин